Дорогие друзья, всем привет! Я хотел бы сделать серию из трех роликов о людях, которые ушли из братства Совета Церквей. Но ушли они не по причине того, что их братство выгнало, или то, что они сами захотели. Они скоропостижно скончались от рака. Но эти люди внесли огромный вклад в братство Совета Церквей. И вы знаете, у меня о этих людях только одни положительные отзывы. Я хотел бы сделать очень положительные ролики о некоторых людях в Совете Церквей. И первый человек, о котором я хотел бы рассказать, это Андрей Ткаченко. Вы знаете, когда я его впервые увидел, я был необычайно сильно поражен. Дело в том, что я был еще совершенно молодым, это где-то были нулевые годы, самое начало. И мы поехали на народные курсы в Украину, в город Ковель. Нам купили билеты, посадили трех братьев, которые отправлялись вообще в неизвестную страну, далеко-далеко. Вот я, Женя Вялых, Андрей Изык и еще Паша из Кемерово. Мы отправились на поезде в Украину. Ехали неимоверно долго. Это было такое приключение. Через границу, на нескольких поездах. Наконец мы добрались до этого города Ковеля. И через некоторое время подъехал также еще и Женя Степаненко из Новосибирска. И вот, ну вот как бы все на курсах были в ожидании, что вот должен подъехать Андрей Ткаченко. Я не знал, кто такой Андрей Ткаченко, не знал даже, как он выглядит. Но вы знаете, однажды я сижу в оркестре, и я вдруг увидел и все понял. Я понял, что это Андрей Ткаченко, которого ждут все на курсах. Я увидел перед собой какую-то огромную фигуру. Мне показалось, что это, знаете, вот что-то наподобие Маяковского. Что-то какая-то глыба, просто глыба стояла возле дирижерского пульта. Я сидел в оркестре. И он, знаете, так еще поставил ногу на вот эту вот тумбочку, куда дирижеры становятся. И он был весь какой-то вот в творческом каком-то диалоге. Ну, конечно, он только приехал, все его тут обступают, жмут руку. Он что-то обсуждает, что сейчас будет на репетиции. И вы знаете, я увидел, вот просто я почувствовал сдалека какой-то вот огромный массив. Массив энергии. Сгусток какого-то темперамента мощного. Все в этом человеке выдавало какую-то величайшую фигуру. Конечно же, первым делом, когда он приехал на курсы, он стал дирижировать партитуру страшно бушу. Это было еще такое в первой редакции Овчинникова, его партитура. Андрея Ткаченко всегда была тяга к чему-то такому грандиозному. На тот момент среди партитур для русского народного оркестра страшно бушует. Это была, конечно же, такая вот глыба. Такое массивное произведение. И, конечно, сейчас оно не слушается таким. Да, тем более во второй редакции оно значительно преобразилось. Там появилось больше полифония, больше подголосочности. Ну, вот тогда это было что-то вот такое, припев, куплет. Ну, просто как бы такое вот, знаете, драматичное, фундаментальное произведение. И вот Ткаченко начал его, конечно же, дирижировать. Вы знаете, Ткаченко, он преподавал дирижирование. И почему-то, хотя мы вот молоденькие братья приехали в Сибири, издалека так долго ехали на поезде, мы, конечно же, попали в первый курс. Вот люди, которые первый раз попали на курсы. Ткаченко же занимался уже с людьми, которые уже несколько раз приезжали на курсы. Но почему-то Андрей Ткаченко выбрал от нас, сибиряков, чтобы заниматься еще и с нами. Хотя мы были первокурсники. Ну, и как бы, чтобы не терять время, он нас поручил своим студентам. Я помню, что со мной занимался Даниил Башмаков, который позже сам станет ответственным за эти курсы русские народные. И я помню, что Даниил Башмаков дал мне партитуру «Как тесное солнце». Я понимаю, что сейчас никто не знает, что это за партитура. Это вот из ранних романенковских партитур. Я дирижировал, Даник со мной там занимался, руки ставил. И Андрей сказал, что Леонид, молодец, у тебя прям такие свободные руки. Ну, он как-то вот симпатизировал к нам, сибирякам. Позже я узнал, что он и сам из Сибири, из Дальнего Востока. И, может быть, как-то вот он чувствовал какую-то симпатию к людям из Сибири. Как-то вот хотел с ними вот в них вкладываться, чтобы они развивали Сибирь, Дальний Восток. Ну, это было очень интересно. Кстати, на тех курсах я увидел вот молодого Максима Парафеника. Он был такой совсем юный-юный мальчик в очках. Он любил остаться после репетиции. И почему-то у него была тогда домра. И вот на домре играть какие-то обработки, которые в то время были популярны, как бы показывая свое мастерство. Ну, так немножко у него был задран нос кверху. Так он любил показать, что он профессионал на домре. Интересно, что в то время на курсах в Ковеле были такие хитовые партитуры, как, кстати, Максима Парафеника. Уже тогда проявился его талант. Это как Ланжи Лайт. Я знаю, что сейчас никто, наверное, эту партитуру уже не играет. Но тогда в куплете, ну, вот эти вот длинные ноты, как Ланжи Лайт. И в это время звучит контрапунктом пицциката у Балайки Примы соло. И вы знаете, я помню вот эту вот сцену. И я помню до сих пор вот это ощущение чего-то небесного, совершенно волшебного. Там был брат, который, ну, знаете, в то время на Балайках еще играли очень слабо братья. Вот. Ну, вот по одной нотке вот эта пицциката, свибрато этот брат играл. И это было просто чудесно. А под конец курсов уже там записи организовали. Приехала машина Фриденштейн. Там у них студия прямо в машине находится. Они там провод закидывают в зал и туда подключают микрофон. И там вдруг обнаружил, что есть еще одна обработка, которая просто все затмило, что на то существовало. Это еще одна обработка Максима Парафейника «К тебе, спаситель мой, взываю». Вы знаете, у Максима Парафейника почему-то так на курсах получалось, что под самый конец курсов он выдавал какой-то необычайный хит, который затмевал все, что было на курсах. И вот так же и сейчас получилось, что появилась вот эта новая обработка «К тебе, спаситель мой, взываю». И я помню там на сильную долю Даник Башмаков, он играл глиссандо на контрабасе, чтобы с доминанта упасть на тонику, когда начинается куплет. И это было что-то невероятное, когда он играл глиссандо. И причем куплет начинался с минорного тонического септаккорда. Это чуть ли не джаз, можно было сказать на тот момент. Потом, правда, этот септаккорд убрали. Но на тот момент он там был, и это звучало просто невероятно, просто шедеврально. Вообще на тех курсах много было разных партитур. Иосиф Никита написал «Господи, источник дивный света». Ну, вы знаете, где бас Добра пытается словно гитара аккомпанировать, пиццикат она, бегает по всей бас Добре. Как говорил Иосиф Никита, я не разбираюсь в Добрах, да, я вот знаю, что вот так вот оно красиво. А как вы там будете это играть, это уже меня не касается. Такие у него были партитуры. Но, вы знаете, на самом деле с Андреем Ткаченко я познакомился раньше, чем курсы в Ковеле. У нас в 98-м году Петр Ивальдович Редлих собирает сводный оркестр. Еще в Сибири вот эти вот музыканты, которые вот две ноты кое-как могут соединить, он собирает уже оркестр. У нас в Новосибирске организована студия звукозаписи. И здесь у нас собирается оркестр, который начинает записывать очередной диск, уже второй диск. Первый диск мы записали, но там всего несколько произведений, которые вошли на диск, потому что все остальное оказалось настолько слабое, что его даже не стали включать в диск звукозаписи. А второй диск, который уже называется «Я не хочу полуправды», там уже как-то вот больше постарались, подросли музыканты. И там игрались такие партитуры, знаете, вот «Чудный чертог», «Я не хочу полуправды», «Чудное озеро Генесиарецкое». Кстати, вот неплохая партитура Аркадия Михайловича Гантоника, «Ой, я грешник, бедный», «Солнце село, день угас». Ну, вы знаете эти партитуры. И вы знаете, среди этих всех партитур, которые, конечно, уже такие вот, ну, как сказать, обычные, на тот слух нам казались, да, там все как бы так стандартно, где-то лучше, где-то чуть хуже. Хотя сами по себе партитуры, ну, довольно неплохие, собственно говоря. Но среди этих партитур была одна, которую тоже под конец записи почему-то достали, стали разучивать уже в самом конце записи. Ну, может быть, думали, что мы не потянем эту партитуру. Это была как раз партитура Андрея Ткаченко. Я помню, как она была написана, знаете, рукописной, тогда не было вот этих всех еще на компьютере, чтобы это было все набрано. Она была написана рукой, вся партитура. И вот я помню вот этот почерк, вот эти мелкие, ну, загогулины, да, ноты, которые, ну, так скажем, характерны для мастера, который писал эту партитуру. Это Андрей Ткаченко написал. Вы знаете, эта партитура звучала совершенно ново, совершенно ново. Она начинается необычно, начинается так ля-ля, две ноты, домар-тремоло, и вот какая-то вот идет просто педаль. То есть не начинается сразу какое-то вступление с аккомпанементом, ничего такого нету. Начинается просто необычно ля-ля. И это начинается, ну, понятное дело, что это взятое из темы, да, о небо голубое небо. Но вот эти просто лаконичные две нотки ля, как их исполнить, сразу же возникает вопрос, да. То есть сразу видно, насколько лаконичные, мастерски, экономно инструментовщик пользуется музыкальным материалом. Он пишет только две нотки, которые начинают просто тянуться. Перед дирижером сразу становится вопрос, да, как подать эти две ноты, с какой атакой их взять. Нужно ли между ними сделать какое-то разделение ля-ля, или же это должно тянуться как единое ля. Что это такое, как их взять мягко, потверже, нон-легато, или просто вот как бы из тишины. И вот начинается вот это вот, понимаете, сколько музыкального материала просто в двух нотках. И вот эти две нотки начинают тянуться, и вдруг, вместо того, чтобы вступил как-то весь оркестр, вдруг начинают подголосочно, как-то вот полифонично вступать просто одни баяны. Вы знаете, это совершенно какое-то разделение тембров, которое нас тогда очень сильно поразило. Вступают баяны, они начинают развивать эту ноту ля, и вдруг подходит к кульминации, и просто у всего оркестра несколько нот напицката, у всего оркестра. Понимаете, это было совершенно свежо, совершенно необычно звучало. Ну и потом заканчивается вступление, и вдруг вступает у контрабас, у которого тоже всего там две нотки, доминанты и тоника. И вы знаете, мы когда слушали, мы поражались, насколько профессионально, что это такое. Это как, я не знаю, как что-то вкусное очень было приготовлено в самом конце, и вот нам это преподали. Я помню, ну вот мы когда все записали, там Тима Степаненко обрабатывал ту аудиозапись. Я помню, один брат приехал с Лавгорода, это был, кстати, Андрей Язык, и он говорит, слушайте, включите мне, что там вот такое вот красивое, там вот вся Сибирь гудит об этом, хочу послушать. И вот его завели в студию, включили эту запись, и он слушал. Знаете, это вот, я не знаю, когда человек едет из другого города, и он в предвкушении, что он хочет услышать что-то невероятное, невероятное, невероятное. И он, знаете, вот сейчас нету таких произведений в отделенном братстве, когда люди хотят слушать, и вот это вот, и, ну, послушали, сказали, ну, да, хорошо, там, еще что-то, да. А человек вдруг слушает, и он прям туда, прям весь погружается, уходит, и он выходит после этого всего, понимаете, я не знаю, как прослушав какую-то симфонию, еще что-то, понимаете, какое было невероятное время. И эту партитуру написал Андрей Ткаченко. Да, конечно, у Андрея Ткаченко была еще партитура «Горько слезы лились», которую постоянно надо было дирижировать курсантам, особенно на первом курсе, потому что там надо было вот эти точки расставлять, которые вот слезы. И там вот эта постоянная мешанина, что 9 восьмых, что 6 восьмых, то сетка на 3, то на 2. И там постоянно курсанты путались, и я помню, что, ну, Андрей Ткаченко, конечно, в этот момент немножко так склонял голову, что братья и сестры, ну, извините меня, ну, никуда не деться, давайте помочимся и с этой партитурой. Ткаченко, он родился во Владивостоке, его отец в годы гонений погиб, как-то там какая-то, ну, что-то, какая-то трагичная смерть. И вот в 13 лет уже Андрей становится практически главой семьи, многодетная семья, на него ложится ответственность за семью, помогает матери. В 15 лет он уже принимает крещение, он поступает в музучилище, учится на аккордеоне. И вы знаете, интересно, что даже сохранилась фотка, где вот эстрада, эстрада, он участвовал в эстраде. В это время наступает время свободы, и у Пушкова в Харцизке очень маленькая церковь, да, вы знаете о том, что там произошло разделение, я все это вам историю рассказывал. И еще близко всего на это наложилось, что и сам Пушков, он оказался в ссылке, в тюрьме, в ссылке. И когда он разрешается, церковь довольно маленькая. Пушкову надо заниматься общебратским служением. И он пытается собрать таланты в его Харцизскую церковь, что вот Харцизская церковь, она как-то развивалась. Кто-то ему рассказал про Андрея Ткаченко, он едет на Дальний Восток и говорит, что Андрей, тебе нужно переехать в Харцизк, мы там организовываем курсы разные, мы организовываем МХО, у нас много всякой работы, давай приезжай. И Андрей Ткаченко практически сразу же и приехал в 91-м году в Харцизк. Вы знаете, я вот допустим считаю, что Андрей Ткаченко это самый лучший дирижер. Не просто самый лучший дирижер в братстве, а я считаю, что он самый лучший дирижер, ну один из лучших, так скажем, вообще в мире. Ну, я допустим знаю дирижеров, которые есть у нас в Новосибирске. Вы знаете, в Новосибирске на дирижеров практически не на кого посмотреть. Я молчу, что там с народным, русским народным оркестром имени Гусева, там Гусев дирижирует, старичок. Да, да, конечно, какая-то техника есть, но все это уже, знаете, вот, вот, как сказать, на отвяжись все сделано, да. Ну, вот, конкуренции нету никакой. В Новосибирский государственный оркестр придешь тоже вот очень большое разочарование, потому что люди в этом во всем не разбираются, им кажется, о, громко, хорошо, красиво, скрипки, там, дом, рыбалайки. Но, вы знаете, вот, меня воспитал Андрей Ткаченко, да, очень вдумчиво относиться к музыке. Музыка как живой материал, который не стоит на месте, который постоянно должен образно что-то показывать. И когда я, конечно, прихожу и вижу просто вот эту вот скукотищу, то громко, то тихо, то громко, то тихо, все вместе там летают на скрипках вверх-вниз, а нету драматургии, понимаете, меня-то все это ужасно разочаровывает. Ну и вообще мы, учась на курсах русских народных инструментов, собирали видеозаписи разных дирижеров и смотрели чему-то, пытались у них учиться. Очень много дирижеров прям реально деревянных, деревянных по пояс. И не только в том, что у них и жесты какие-то деревянные, но и в голове у них очень все как-то деревянное, понимаете. Вот мало действительно дирижеров, у которых хочется учиться, у которых действительно интересно после Андрея Ткаченко, понимаете. После того, как ты пообщаешься с этим человеком, после того, как ты послушаешь, к чему он тебя учит. И вот Андрей Ткаченко все-таки, вот я считаю, что он прям, прям величина. Конечно, сейчас вот как бы, если посмотреть на видеозаписи, где он дирижирует, эти записи есть в интернете, их совсем мало, да. Это все со спины всегда снято. На собрании, конечно же, Андрей пытается, так скажем, ну скромно дирижировать. Это не то, что на репетиции, когда мы видели его в работе, когда он просто пахтел, как паровоз, с него пот постоянно тек. Он смахивал вот этот пот, вот эти вот волосы его взъерошенные, которые стоят постоянно ежиком. И вот это вот очень импульсивная фигура. И вот в работе, конечно, он был совершенно другой, совершенно другой. И вот я так скажем, вот благодаря тому, что я насмотрелся на Андрея Ткаченко, все остальные дирижеры как-то, ну, совсем слабо на этом фоне, даже на мировом уровне. И вот эти вот у Андрея руки, знаете, такие вот короткие и толстые пальцы. Я всегда завидовал этим коротким и толстым рукам, когда ты вот весь какой-то сбитый. Знаете, ну, когда у тебя длинные руки и тонкие пальцы, тебе надо найти свой стиль, да. А здесь у Андрея уже есть этот какой-то вот такой вот сбитый, энергичный стиль, когда каждый палец как дирижерская палочка, понимаете. Когда все такое весомое, когда он просто поднимает руки и уже просто какая-то энергия невероятная из него двигалась. Я помню на одной репетиции, ну, вот выходят там студенты дирижировать перед оркестром, ну, просто идет обычная работа, как на уроке. То есть студенты сидят, играют в оркестре и один студент дирижирует, а Андрей Ткаченко, он, ну, подсказывает, работает с этим дирижером. И я помню, партитуру исполняли такую «Иисус сокровище святое». Это было, кстати, в Прокопьевске. И вот не помню, кто дирижил. Вот он там дирижирует это вступление какое-то непонятное что-то. А Андрей ходит, и вы знаете, вот он иногда настолько сильно разогревался, настолько сильно прям раскочегаривался. И он ходит, и этот студент просто вот ему, ну, как сказать, не то, что нервы трепит, а он просто убивает музыкальный материал. У него прям на глазах просто вот коверкать его. И Андрей ходит вокруг него и ходит, и ходит. И вижу, что он прям вот внутри у него все бушует, 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 бушует. А там у Иосифа Никитова очень интересная обработка написана. Там начинается с отдельных нот, с таких тремоло с акцентами, которые часто музыканты вообще, да и дирижеры не могут понять, что это такой пум-пум-пум-пум-пум-пум. Зачем это надо все, да? А это на самом деле, представьте себе, вот вы находитесь, такой вот русский берег, березы. И вот там русская река, там где-то вот далеко вот находится за рекой город, древний русский город, и там стоит церковь. И вот оттуда из-за реки раздается колокольный звон, который зовет людей там на богослужение, которые воздают вот эту хвалу. И ваше сердце наполняется восторгом. Вы смотрите вот на этот закат, на тучи, которые идут, надвигаются над вами. И вот такая примерно картина, то есть начинается с колокольного звона, с такого. Конечно, из этих вот акцентных нот очень сложно сделать вот этот колокольный звон. Но вот, кстати, я когда делал записи этой партитуры, мы прям притащили колокола и уже играли прямо на колоколах этот колокольный звон, для того, чтобы действительно создать вот эту атмосферу подлинности. И вот музыкант начинает играть, и вот этот студент дирижер, дирижер, у него что-то все, ничего не идет, картины не рисуются. А Андрей просто ходит, и у него прям, вот я вот прям вижу, он прям весь кипит. И он такой, а, отойди, этого студента отталкивается с дирижерского, с дирижерского этого тампура, отбирает у него дирижерскую палочку, так, давайте, пошлите, и начинает дирижировать, и пошел, и пошел. И вы знаете, вот эта вся мощь, вся вот эта энергия, вот эта вот всей туч, вот эта вот атмосфера, она вдруг вот, вот она, вот она, перед нашими глазами. И я помню, я тогда играл на Альто в Домре, и я поднимаю взгляд, и вот она идет, вот эта туча, 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 туча идет у Иосифа Никиты в его обработке. И потом наступает такая кульминация, сброс, и вдруг, как луч света пробивается сквозь всю вот эту толщу, и освещает там, я не знаю, вот эту церковь, речку, просто какое-то происходит озарение, так звучит вот эта вот мелодия. И Андрей Ткаченко, он просто, я вижу, он, знаете, как древнегреческий бог, он просто своими руками всю вот эту вот тучу как-то вот разгоняет, и вот эту палочку, он как какой-то римский легионер, как мечом взмахивает, вот он, понимаете, это застыло в моей памяти. Это Андрей Ткаченко, который просто как мечом, он возносит над собой, просто держит жесткую палочку, понимаете, какие жесты, какие жесты. Насколько он не скован был, понимаете, в дирижировании, сейчас вот это вот все вот, чтобы у вас там рука не поднялась выше, чем плечи, еще что-то. И Андрей Ткаченко, который, палочка, которая занесена над его головой, он просто разрезает и ударяет в кульминацию. Ну и, конечно же, он, понимаете, он не просто, он создавал этот музыкальный материал, он очень много говорил об агогике, да, об музыкальном движении, когда он сначала начинает как бы комкать музыку, она как бы начинает разгоняться, разгоняться и опережает метро-ритм, а потом, как бы компенсируя вот этот вот разбег, она начинает тормозить, и перед самой кульминацией происходит просто вот какая-то неимоверная разрядка. Он настолько к этому, ко всему внимательно относился, он настолько нас в этом воспитывал, и как раз вот в этот момент, когда наступает эта кульминация, я вижу вот это вот его искаженное лицо, гримасами, которые просто вот как какие-то боги из Древней Греции со всеми силами зла побеждают, там, не знаю, все силы зла, и вот он так разрубает этот Гордеев узел, и врывается эта тема из мелодии Иисуса Кровища Святого. Вы знаете, это навсегда останется в моей памяти, это невероятный просто человек. На народных курсах, конечно, я его видел не только в работе с русским народным оркестром, он, конечно же, очень любил хор, и вот эти вот грандиозные произведения Аркадия Михайловича Гантовника, Евгения Никифоровича Пушкова, Христос, Христоса, смейные толпы, да, когда он и без палочки, и без палочки, понимаете, вот для него не было разницы, палочка у него есть, дирижерская, нет ее палочки, он всегда настолько прям держал в звук своих руках и создавал вот эту картину, понимаете, вот иногда бывает так, что люди играют какие-то помпезные произведения, да, и начинают в этот момент немножко улыбаться, смеяться. Почему? Ну, потому что, ну, громко, ну, здорово, все начинают улыбаться. У Андрея Ткаченко никогда не было такого, понимаете, он выжимал, что хор, он просто вопил, как сумасшедший под его руками. Там невозможно было не как-то там усомниться в его трактовке, невозможно было на ней как-то иронизировать. С тебя самого стекал пот, по тебе по самому подлопозли мурашки, когда Андрей Ткаченко выдавал какое-то там фартиссимо или какую-то кульминацию. Настолько он мог сильно и мощно раскочегарить хор. Андрей Ткаченко был очень открыт к новым музыкантам, ну, каким-то там довольно ярким личностям, да, который там, ну, знаете, вот он не давил талантливых людей, всем давал какую-то свободу. Я помню, знаете, вот у нас как бы с ним даже был такой, как бы музыкальный батл. Дело в том, что, по-моему, в Самаре были курсы, и у меня не получилось туда поехать. Но я написал обработку для фортепиано Людмилы Клочковой, его имя Чудный. И, ну, я написал, написал и отдал Жене Степаненко. Женя Степаненко с ней поехал на благовестие со сводным русским народным оркестром, и там он создал очень интересную трактовку этого произведения. Она начинается очень тихо, и выстроена такая тонкая драматургия от нежнейшего пианиссима медленного темпа до мощнейшего фортиссима в самом конце этого произведения. Вот Евгений, вот, он смог, знаете, вот как-то вот, ну, у него бывает, когда он долго-долго, как бы материал с каким-то работой, с музыкальным материалом, он прямо как-то вот благодаря своей натуре, которая связана с экспериментом, ставя различные эксперименты, он порою достигал невероятных результатов. И он создал такую необычайную трактовку этого произведения. А потом были курсы в Самаре, и Андрей Ткаченко, он взял эту партитуру, что-то, видимо, ему про нее рассказали, и там тоже была запись. И он на запись включил эту партитуру свою, но, вы знаете, к сожалению, он исполнил ее, ну, просто обычно, как-то вот невдумчиво совершенно. Вот не было такого эффекта, как у Жени Степаненко. И на следующий курс я приезжаю, я с ним поговорил, говорю, вы знаете, вот, вы там на запись сделали такую партитуру, а записывал Дима Степаненко, я сказал Диме Степаненко, Дима, эту партитуру не надо включать на этот диск, мы ее перепишем, она записана очень слабо. И мы ее не включили на диск, мы сибиряки, представляете, закрестили партитуру Андрея Ткаченко, которую он записывал на курсах. Это, конечно, его немножко, так скажем, ну, как зацепило. Ну, вот мы на курсах встречаемся, я как бы говорю, что, ну, так вот как бы произошло, что вот надо как-то было больше вот вдуматься. И вот Андрей Ткаченко выходит перед оркестром, я помню, и он такой, так, давайте сейчас будем разучивать музыкальный материал, для того, чтобы потом вы могли дирижировать этим музыкальным материалом. Я начинаю с его имя чудное, такой прям сразу мне, как бы, перчатку такую бросает. Вот. И разучивает эту партитуру, ну, все обычно, я смотрю, что он, как всегда, в своем репертуаре ничего не изменил в этом. И я говорю, я тогда буду дирижировать на экзамене его имя чудное. Он такой, ну, ладно, хорошо, давай тогда иди занимайся с оркестром, ну, так как мне нужно дирижировать на экзамене, да, мне нужно заниматься с этой партитурой. И я строю совершенно другую драматургию. И вы знаете, у нас просто батл такой, у кого мощнее эта самая, ну, как бы, драматургия, его имя чудное. Конечно же, конечно же, я завоевываю все симпатии музыкантов и студентов, и Андрей Ткаченко проигрывает. Но, знаете, это было очень интересно, что мы с ним проводили эти музыкальные батлы, и он, знаете, он, ну, как-то, ну, просто согласился, да, что я лучше понимаю, и в этом ничего нету такого зазорного, он там не стал как-то ко мне плохо относиться. Наоборот, знаете, это было очень интересно, когда мы на этих курсах занимались такими вещами. Потом, правда, он, конечно, там, был один момент, когда он там на курсах позвал меня со мной вместе с Моисенко беседовать, там, а не слушаю я психоиделлический рок, что у меня прям такие, все такое грандиозное. Я вам, конечно, сказал, что я не слушаю психоиделлический рок, я действительно его не слушал. Но, хотя, с другой стороны, конечно, у него были какие-то любимчики, и я чувствовал, что, ну, может быть, я не любимчик, да, но я в числе тех людей, которым он всегда очень как-то благосклонно относился, очень внимательно, он как-то, вы знаете, вот я вот чувствовал, что он ко мне относится как к какому-то сотруднику, как брату, как даже в какой-то мере равному себе. Он со мной советовался, вот там, хотя я у него учился как студент, да, но это было очень много, когда он говорит, ну, а что ты, там, Леонид, что ты скажешь этому студенту, как ему подправить что-то, да, я что-то подсказал, но мне было это не сильно, как бы так скажем, приятно, потому что я же все-таки студент, и вот в отличие от него я всегда чувствовал его высоту над собой, да, не только в том, что он обладал мощной дирижерской техникой, которой, к сожалению, у меня не было, вот, но при этом он всегда меня поражал чем-то новым, понимаете, я вот приезжаю на курсы, кажется, я уже все знаю, да, ну, просто надо работать, 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 и вдруг в разговоре с ним он рассказывает такие необычайные вещи в дирижировании, что у меня прям какой-то, ну, вот, инсайт, да, как говорят, какое-то откровение, я прям на какой-то новый уровень перескакиваю, и на каждый курс, на каждый курс у него был какой-то инсайд для меня, понимаете, я ехал к нему, как бы уже готовясь, интересно, что расскажет о дирижировании нового Андрея Ткаченко, и прям для меня, это для человека, скажем, который имеет какой-то аналитический мозг, который любит анализировать, для меня это были какие-то у него откровения, да, я чувствовал, что, ну, вот, у нас много с ним такого какого-то сотрудничества, он, я чувствовал между нами, что вот есть какая-то вот эта вот связь, но были люди, которые, конечно, попадали в не милость у него, я помню, там у нас был брат один из Эстонии, у него не было дома русского народного оркестра, он приезжал на курсы, потом он ничем не занимался, потом он снова приезжал на курсы, ну, как бы вот, что когда-то, может быть, у них появится оркестр, и у него очень слабо получалось, и от Андрея он просто иногда просто действительно ревел, Андрей его почему-то прям очень сильно не любил, было такое дело, что даже мы курсантами молились, чтобы у этого брата из Эстонии все как-то благополучно было с Андреем Ткаченко. Ткаченко, конечно же, был очень уникальный вокалист, да, может быть, он не прям певец, да, но, понимаете, когда он дирижирует, он, ну, он же работает постоянно со словом, да, вот он постоянно нам это внушал, что мы не просто делаем музыку, мы идем за словом, он настолько это сильно нам внушил, что мы должны там придириживаться, чуть ли там не проговаривать слова про себя, которые сейчас поются, что на первом месте это слово, которое поется в песне, и он постоянно шел за этим словом, и так как он постоянно говорил, он постоянно пропевал, у него был хороший голос, ну, вокально оформленный, он и преподавал, и вокал, да, как бы он действительно в этом деле тоже был профессионал, и вот я помню вот эти вот моменты, когда он пропевает эти вот песни, некоторые вот моменты, допустим, там, «Краном твоим» тоже такая очень хорошая партитура, и там есть такой момент, когда весь оркестр проваливается на субитопиано, и там, «Краном твоим прикоснулось сердцем своим, не перстом», и вот на сердце, да, как человек прикасается к кранам, не просто перстами, а именно сердцем, в это время оркестр проваливается на субитопиано, и это сердце надо пропить с необычайной теплотой, да, с необычайным какими-то вот волнениями, трепетом, и я помню, как он это показывал, он это показывал мимикой, дирижерскими жестами, это было настолько трогательно, и потом там Моисеенко пел, и у него там просто шуровал как труба, это сердце, и это все настолько, понимаете, не ссонировало. Как было сложно найти какого-то вокалиста, который действительно сможет спеть хотя бы точно так же, как Андрей Ткаченко, но, к сожалению, таких было очень мало, насколько он работал вокально, со словом, это невероятно, это навсегда останется в нашей памяти. Ну, знаете, благодаря тому, что у меня вот такой вот аналитический ум, я всегда все анализирую, думаю, как улучшить, как что-то вот сделать более прогрессивным. И еще, когда я был студентом, высказывал свои мысли, потом в Ростове, ну, я всего один раз был на центральных курсах как преподаватель, ну, по крайней мере, был один раз. Вот. И я разработал такую концепцию, что Андрей Ткаченко, да, это настолько уникальный человек, что с ним люди должны работать только индивидуально, да, что его время на курсах – это золото. Он не может проводить коллективные занятия. Знаете, когда студенты собираются все на это коллективное занятие, и вот начинается там, давайте вот руки крутим туда, руки крутим сюда, да, ну, просто надо руки разработать, да, чтобы вот как-то их размягчить. И на это все уходит драгоценное время Андрея Ткаченко. Ведь все эти упражнения, это могут там делать и какие-то студенты, которые учатся там на третьем курсе, да, это им будет самим полезно. Ну, и для там первокурсников, второкурсников, зачем тратить на это время драгоценное Андрея? Или когда он там начинает работать с оркестром, студентов выводить перед оркестром, лучше ему создать условия, когда он один на один работает со студентом. Это было бы самое лучшее. Я говорил, давайте перестроим наши курсы. Они построены неправильно, у нас много времени уходит просто в пустую, мы можем эффективнее все это дело построить. Я там разработал разные схемы, высказывал, говорю, давайте вот сделаем вот это, вот сделаем вот это, вот сделаем вот это. Но, к сожалению, у нас там на курсах очень многие собираются для того, чтобы потусоваться просто друг с другом, да, показать, что какие они деловые, еще что-то. Вот. У нас там были там заучим с Максимом Кривошевым, даже по этому поводу терки, и я даже там рассказ написал на эту тему, вот, и он когда там прочитал. Ну, в общем, короче, у нас там коса на камень шла, вот, и я пытался вот все-таки создать. И вот у меня была идея такая, я говорю, давайте сделаем видеосъемку, когда человек, студент, он дирижирует, его снимают на видеокамеру, потом это можно просмотреть, и Андрей может высказать свои замечания. Потому что, понимаете, мы без видеосъемки не видим себя со стороны, совершенно не видим себя со стороны. И видеосъемка нам помогла бы очень сильно. И также я говорил о том, что вот надо вот оборудовать вот эти вот кабинетики небольшие для дирижирования, когда человек может заходить, и там будет играть какая-то, ну, запись, и он под эту запись уже будет просто отрабатывать жесты какие-то определенные, да. Ну, то есть делать какие-то новшества, новшества, технические новшества, конечно же, и аудиопроигрывание, и видеозапись, и обсуждение, и чтобы вот каждая минута Андрея Ткаченко, она максимально была с пользой. Но видеосъемку у нас, братцы, на тот момент нельзя было делать, да. Видеоаппаратура там, принести что-то делать еще. Вы знаете, Андрей Ткаченко пытался, ну, что-то наподобие такого делать, и он там приносил ноутбуки, включал каких-то дирижеров, мирских дирижеров, чтобы показать какие-то моменты в их дирижировании, в их подходе. Но он это делал очень, очень скупо. Я помню, я прихожу к нему на урок, и он такой, знаете, он сидит просто вот как котенок побитый, как котенок, которого просто натыкали, вот куда он наделал свои дела, как котенок, да, его натыкали туда мордой, и вот он сидит такой, ушки прижал, и я помню вот этот вот вид, вы знаете, вот такого человека, вот которого натыкали мордой. А что произошло? Он включил видеозапись, во-первых, видео он включил, а видео запрещено. Во-вторых, это был мирской какой-то там концерт, какой-то мирского дирижера. И сестра какая-то, сестра из его студентов, она им сказала, как вы это можете делать? Ведь у нас же видео запрещено, и вы еще мирское. И вы знаете, вот это была такая пощечина ему, такая пощечина. Дело в том, что это сестра была права, ведь видео запрещено было, брат, на тот момент, да? И все мирское, оно же запрещено, это нельзя, это же мы из мир же берем, как это так? Мы тут должны воссоздавать свое. И вы знаете, я захожу, и вот он просто, вот знаете, вот как побитый котенок, смотрит, рассказывает на меня, и у него такие, знаете, грустные глаза, грустные, мне настолько жалко его было, что вот какая-то эта сестра, ну, понятное дело, сестра здесь тоже не виновата, она воспитана в этом братстве, она сказала, то, как должно быть в этом братстве, да? Но, понимаете, для этого человека, к сожалению, мы не смогли создать условия, чтобы он мог мощно двинуть, ну, так скажем, курсы вперед. Он очень мощно двинул, очень мощно двинул, да? Это, это просто грандиозная фигура, но он мог значительно больше, у него потенциал был значительно больше. И вы знаете, проблема в том, что у нас не осталось никаких видеозаписей его уроков. Слеза падает. Легкая, вот, да, капелька в асфальте, копируем, имитируем, а теперь возьми тяжелые звуки, свободные звуки, сымитируем, вот я поднимаю груз. Да, но легкой рукой, чисто фантомимой делаем, не зажимая мышцы. Вот. Дальше, что скопируем? Мягкий, нежный звук скопируем. Что надо делать? Дотронуть. А там расслабься. Просто зону на кисть, смотри, мягкий. Расслабься на руку. Да? Но он же там отрабатывал технику, показывал, что как. Эти видеозаписи, если бы они были, они были бы на вес золота. Понимаете? Его сейчас нету. Величины равной Андрею Ткаченко, я считаю, что в братстве просто нету, да? Ну, допустим, там есть Аарон Реймер, ну, к примеру, да? Но дело в том, что на народных курсах, те, кто преподают дирижирование, это его ученики, которые на несколько порядков ниже, чем Андрей Ткаченко. На несколько порядков ниже. И сейчас очень было бы необходимо нам смотреть видеоуроки. Андрея с нами нету, да? Он умер от рака. И мы могли бы смотреть его видеоуроки и разбирать, смотреть дома, отрабатывать что-то, да? Сейчас же видеопродукция разрешена, сейчас есть YouTube. Почему этого нельзя было делать раньше? Что в этом было такого плохого и греховного? Скажите. И понимаете, вот Андрей с его совсем талантом, он работал на визуал, да? Он не может записать лекцию там о том, как надо дирижировать. Он должен это показать. Это нужно просто видеть. А видеть это видеопродукция, понимаете? И получается, что все то, что наработал, все то, что делал, чему учил, оно все просто пропало, просто исчезло. Как будто его просто не было в этом братстве. Мы можем только рассказывать про него и все. Понимаете? А действительно, его материал, его наработки, они все пропали. Вы знаете, Андрей Ткаченко это человек, которого братство просто, ну, заживало. Да? Вот, была эпоха, когда было запрещено видео. И, к сожалению, Андрею угораздило жить именно в этот период. И потом, поэтому все его труды, они просто пропали. Вот там проповеди Антоника, они останутся в интернете, да, аудио. Гантовника проповеди останутся. А Андрей Ткаченко и его труд для братства, он пропал. Вот как это слово. Сейчас киси. Так же боялся. А что ты точку делаешь? Точка бывает острая, а будет мягкая. Вот можно взять зуб. И сзади, да? Ну, что, пишите. Остались видеозаписи, где он там сзади, понимаете? Вот он часто говорит, я помню, там, после собрания все к нему обступили, там, там, Андрея, что вы так дирижировали? Мы ожидали большего, вы же на репетиции прям так. Он говорит, да там брат встал какой-то с видеокамеры. И я как-то стушевался, смутился и так вот как-то все скромно продирижировал. Вы знаете, и там особенно остались его записи, где он дирижирует в Америке, да, в Америке, где просто вот нулевые музыканты сидят, и вот он там им дирижирует, там люди сбиваются постоянно, там, да. Ну, конечно, что там стараться, что там показывать, а вот когда он в работе, вот этих записей, к сожалению, не осталось. И это очень печально. Потом на его похоронах пытались из него знать, вот создать такую икону, что он такой духовный, что он прям такой молитвенник, он такой молитвенник. Знаете, как брат не выйдет, все, он говорит, он такой молитвенник, такой молитвенник. И интересно, что там вот этот Вениамин Хорев, который является другом Андрея Ткаченко, Вениамин Хорев говорит о том, что когда он был мальчиком, там, 10 с чем-то лет, то папа Михаил Иванович приехал к нему и дал ему адресок мальчика, который живет на Дальнем Востоке, которого зовут Андрей. Вот, переписывайся с ним, у них была переписка. И вот этот вот Вениамин Хорев, так скажем, друг детства, с которым они всю жизнь переписывались с Андреем Ткаченко, который приехал на похороны Андрея Ткаченко, он загрузил в себе ролик про Андрея Ткаченко на канал Наследие Верных и он, знаете, там написал вот, ну, как сказать, эпиграмму о том, кто такой Андрей Ткаченко. Знаете, что он там написал? Хор Казимирского «Блажен всякий боящийся Господа» опубликован в редакции Ткаченко. Для общецерковного пения Андрей Александрович аранжировал «За любовь, за счастье и спасение». О, как мощно, что он аранжировал «За любовь, защите и спасение». Для церковного исполнения гармонизировал мелодию «Церковь Божия, поднимайся». Для женского хора А Ткаченко обработал песню «Стою под крестом твоим страниц». Вы знаете, это все, что ты понял про Андрея Ткаченко. Это все, что ты смог из него выжить. Какие-то допотопные, ну так скажем, ну да, он молодец, да-да-да. Ты создаешь из него икону, что вот знаете, вот есть такие известные произведения, уже устаревшие. Андрей Ткаченко, он это делал. Потом написал «Умолк сладкий певец, ушел к Господу, чтобы воспеть новую песнь в небесном хоре». А Овчинников на его похоронах сказал, что Андрей Ткаченко учил нас петь, исполняясь Духом Святым. И вы знаете, вот действительно, человек был, трудился, а мы сделали все условия, чтобы про него ничего не осталось в этом разстве. ничего, чтобы весь его труд просто насмаркнул, понимаете? Зачем? Зачем? Вот Вианимину Хореву понадобилось потом вести видеоканал, да? И он сделал видеоканал, наплевал на все братство, на все братство наплевал. Сказал, да нет, никто не запрещал видео делать, понимаете? И он просто наплевал на все братство. А его другу он не дожил до того момента. Ему пришло, ну вот, умер от рака. И поэтому весь его труд просто пропал. Просто пропал. Они заживали этого человека. И что там этот Овчинников либо Вениамин Хорев, они могут встать и сказать, вы знаете, вот был у нас такой брат, а мы такие тупые, такие глупые, мы создали такие дурацкие условия в нашем братстве про эту видеопродукцию, что вы знаете, мы весь талант, весь вклад этого брата просто в трубу слили. Понимаете, какие мы глупые, какие мы абсурдные, братья и сестры, простите нас, Андрей, прости нас. Нет, они не это говорят, они говорят, вы знаете, а он был молитвенник, молитвенник он был. Ну хорошо, ладно, он был молитвенник, но вклад-то его в братство был не в этом заключался. Вы знаете, я, допустим, вот сколько учился на курсах, я не особо-то видел, чтобы он был какой-то особый молитвенник. Брат как брат. Ну, может быть, конечно, там потом перед смертью он, конечно же, больше молился, да, но вы знаете, это не как молитвенник, он все-таки, вот как профессионал своего дела, понимаете, это не молитвы, это то, над чем он работал, над чем он долго думал, понимаете, плод его долгих усилий, плод его долгих занятий с учениками на курсах. Вот то, что он очень долго выкристаллизовывал в самом себе. Все пропало. Ну, мы не будем об этом говорить, будем говорить теперь красивые вещи, что он молитвенник. Вы знаете, вот я был на курсах и я видел, конечно, что у него есть амбиция быть таким же маститным проповедником, как он является и музыкантом маститом, да, но, вы знаете, на самом деле вот в проповеди, конечно, не хватало глубины. Он пытался делать какие-то эмоции, там, любил инострадания Иисуса Христа говорить, ну, ему нравились все вот эти вот такие темы, знаете, глубокие, глубокие, драматичные. Он пытался там драматичным голосом со слезами говорить, но не хватало в этом во всем, конечно же, сути, так скажем. Ну, я имею в виду глубины какой-то, вот глубины Евангелия не хватало, да, то есть он, он просто проговаривал очевидные вещи таким драматическим голосом, но как бы вот, чтобы он какой-то был богослов, чтобы он был таким же вот маститным проповедником, чтобы вот он как-то вот соединялась с нем и глубина, и эмоциональность, такого, к сожалению, вот не было. и вы знаете, и вот то, что вот он там исполнялся духом святым, и то, что он там вот на благо братства шел там этим узким путем, это тоже неправда, потому что, ну, во-первых, надо вспомнить, что он сам играл в эстраде, и вы знаете, вот как бы вот братство идет, 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 а потом вдруг раз, однажды выходит сборник песен, на котором поются все свадебные гимны, вы знаете, вам нужен Всевышний вот этот вот альбом, и это было что-то невероятное, это была такая бомба, такая бомба, понимаете, там, там, там впервые на дисках братства зазвучали такие тонные голоса, но сейчас этого много, а тогда такие тонные, шершавые, сексуальные голоса сестер зазвучали, вот этих свадебных песен, это сделал Андрей Ткаченко, он там как-то подключил Максима Парфейника, как-то его, не знаю, околдовал, что Максим Парфейник увлекся на эту тему, они написали такие аранжировки, там, мама не горюй, я когда за это за все взялся смотреть этот материал, слушать, я там подходил к унижронному, я говорил, что это такое, это там, это и джаз, это и блюз, тогда нам казалось, это было настолько невероятно, это был для нас, вы знаете, просто взрыв всего, сколько много стало брожения, образцы, что это нельзя, у нас в Сибири, конечно же, сразу запретили этот диск, я помню, у нас братья в молитвном доме работают, и включили прям в колонки, на весь поселок играть, музыка-то красивая, песни красивые, здорово исполняется, вообще такая красота, и вот там, братья, братья, вы что, тушите, нельзя, это же запрещено, потом там кто-то стал говорить о том, что вот, этот диск, он воспаляет, и так воспаленную тему, ну, о том, как юноши и девушки, вот они там, свадебная эта тема вся, половая, она возбуждается, вот какой это плохой диск, но вы послушайте, понимаете, на тот момент это была просто бомба, вам, послушайте, что там, какие там хаты у фортепиано, какие там аккорды, там действительно джаз, блюз, там вот на тот момент, на тот момент, да, вот оно действительно именно так ощущалось, что это какой-то христианский джаз, христианский блюз, помню, я также, когда Максим Парафейник написал партитуру «Мой спаситель, где бы я была», и там контрабас играет вообще необычно, он там спускается там по секундам вниз, у него там ритмические такие ходы, и я помню, Андрей Ткаченко собрал нас вокруг и сказал «Вот так должна быть написана партия для контрабаса». То есть Максим Парафейник попытался воссоздать игру бас-гитары, бас-гитары, и Андрей, он был просто вот в восторге от этого. Ну, конечно же, это как-то вот, что он там исполняться духом, знаете, просто Андрей пытался идти за словом и создавать, так скажем, качественный музыкальный продукт, но, извините меня, он не был таким вот узколобом, как некоторые братцы из церквей, он делал такие эксперименты, извините меня, что его только вот, только-только и тормозили. Он, кстати, создал регинские курсы в Курганинске, именно как альтернативу регинским курсам, которые проводил Арон Реймер. Вот Арон Реймер, вы знаете, это вот такой вот человек из Азии, из Средней Азии, он пропитан братством, он такой тяжелый, вот именно, знаете, такой духовный тяжеловес, продуховное состояние, вот такой Петерс на максималках, и он, знаете, он еще и сам по себе такой очень, ну, прямо посмотрит, и все-таки готов сквозь землю провалиться. И он создал у себя на курсах настолько тяжелую вот эту атмосферу, ну, вот как в братстве все должно быть, что все должно быть такое правильное, что, ну, вы знаете, вот этот вот тяжелый дух братства там был, что Андрей Ткаченко, он создает альтернативу, где есть свобода, творчество, энергия, эксперимент, где люди, вот эта вот живая жизнь, чтобы перетянуть просто людей, которые, так скажем, не переваривают эти центральные курсы, к себе, он создает, но он говорит, что, ну, мы это делаем не такие же курсы, как центральные, а это просто для детских хоров, но, конечно же, там и дети, и взрослые, там все вместе, там очень много экспериментов, и Андрей, он как раз, он именно создает альтернативу Арону Реймеру, ну, конечно же, фигура Андрея, она такая, ну, как сказать, огромная, многозначительная, там разные крани, конечно же, он за братство, конечно же, он как бы и больше братства, и он выходил за рамки братства, поэтому тут, конечно же, судить обо всем нельзя, вот, и я думаю, что если бы у него спросить, рад ли ты, что ты служил в этом братстве, конечно же, он скажет, что я безмерно этому рад, и на чего бы другое это не променял, но с другой стороны, мы же говорим о том потенциале, который мог бы раскрыться, и который он мог дать, и этот потенциал мог бы сохраниться после его. Ну, вот такая вот небольшая иллюстрация вот этой сложной жизни Андрея Ткаченко, это знаете, вот я в гости к нему пришел, когда на курсах, вот там преподаватели живут отдельно, и был дом, куда собрали таких вот маститых преподавателей. Там был Андрей Ткаченко, там был Даник Дамян и Максим Парафенев. Вот три таких самых элитных преподавателя. У них там были вот все условия в доме, ну, вот как бы вот братья, давайте трудитесь для Господа, и вот там богатый дом, там богатые у них были эти завтраки, ужины, как бы там хорошая, хороший отдых. Все, это все правильно и так и должно быть, здесь нету никаких вопросов у меня. Вот, но я просто помню, я попал с ними за ужин, и вот они сидят втроем. Дамян, Парафенев и Андрей Ткаченко. И они кушают. И вы знаете, они настолько духовно кушают, настолько духовно. У них такие духовные разговоры. Вы знаете, они такие правильные сидят. Дамяна, ты тут тоже еще брат, которому вот хлеба не кормить, дай вот о духовном о чем-то размышлять. Он не дирижирование учил на курсах, а пытался вот всю языком болтать, потому что он говорил, что если я вас не научу духовному, то вас этому никто не научит. И вот, знаете, он только дирижировскую палочку поднимет, и вдруг у него новый поток мыслей на какие-то духовные темы он напускает и снова залечивает там курсантов. Это очень сильно раздражало. Вот, и вот этот вот Дамян, потом Максим Парафенев, который вот наконец-то он встал и стал вот таким вот духовным братом, который, наверное, уже отрекся от диска «Вам нужен Всевышний» и Андрей Ткаченко перед ними, который тоже вот такой преподаватель. И вы знаете, я помню, насколько было холодно вот за этим столом, насколько это было пафосно сидеть с ними, насколько это было неприятно, насколько мне жалко было этих братьев, которые сидят и не могут. В это время я тоже был преподавателем, это было в Ростове, мы сидели за другим столом с преподавателем, там у нас был Максим Кривошеев, в прочие преподаватели там, потом там был еще Гайдар, у нас столы происходили совсем по-другому, мы там и спорили, мы там ругались, мы там просто хохотали, смеялись, у нас были такие столы, вы понимаете, застолье. Вот, ну, такая история. Знаете, вот многие говорят, ну, наше братство же меняется, вот у нас уже видеопродукцию разрешили, вот у нас тот, вот у нас уже некоторые люди красятся, вот у нас там уже некоторые кольца носят, вот у нас там, и даже можно сережки где-то в городе одеть, и можно там волосы подкрасить. Вы знаете, это все правильно, да, я с этим согласен, братство меняется. Но проблема, знаете, в чем? То, что это братство, и вот эта система, она меняется, но пока она меняется, вы успеете умереть в этом братстве. Вот Андрей Ткаченко, да, он вошел в это братство, он очень мощно отдавался, очень мощно развивалось это братство, но оно настолько медленно и скрипуче двигалось, что на тот момент, когда уже можно было бы снимать Андрея Ткаченко, он уже просто умер. Понимаете, вот, да, меняется братство, оно меняется, просто вам сейчас 40 лет, потом вам разрешат чуть-чуть еще что-то, вам уже будет уже 50 лет, потом вам разрешат еще чуть-чуть, а вам уже 60 лет. И у вас уже нет ни сил, ни энергии что-то менять. Понимаете, вот в чем проблема вот этих режимов, вот этих жестких вертикалей, в том, что они прожевывают в самих себя людей. Они прожевали этих людей и выплюнули. Понимаете, прожевали и выплюнули. И, к сожалению, трагедия Андрея Ткаченко в том, что это братство Совета Церквей, эту глыбу, этого величайшего человека, который равен Маяковскому, понимаете, Маяковскому. настолько мощный, яркий вклад его. Она просто его прожевала и выплюнула. И вы знаете, сейчас уже никто про него не вспомнит, про этот вклад его. Никто не сможет воспользоваться этим вкладом. Пройдет еще какое-то время, и все опустится вот на этот уровень вот этих маленьких дирижеров. Маленьких дирижеров. Вот эта вот яркая величина, она была, вспыхнула, погасла, и ее больше нет. А ведь могли мы до сих пор пользоваться плодами. И это могло остаться на все времена. На все времена могли остаться эти видеозаписи уроков Андрея Ткаченко. Мы бы все могли пользоваться не только там в отделенном братстве, но и во всех других братствах. Так где угодно мы могли бы по этому материалу учиться люди. Но нет, его просто прожевали, выплюнули, а потом наклеили ярлычок. Молитвенник. Сладкий певец Господу и он учил нас исполняться Духом Святым. Как это все-таки печально.